Эпидемический очаг Итак, стереотип безопасного эпидемического поведения. Мы с вами привыкли довольно спокойно себя чувствовать в любом месте, но на сегодняшний день нам нужно изменить свое отношение к тому, что мы можем себя чувствовать безопасно. На самом деле мир изменился, очень изменился за совершенно короткое время. Ввиду процессов глобализации мы должны тоже адаптироваться и в отношении своих поведенческих стереотипов, то есть всегда помнить о том, что мир небезопасен, особенно когда мы посещаем закрытое помещение, любое. Итак, наша защитная маска, медицинская маска или респиратор, кому как удобно, при правильном использовании, в любом случае это степень защиты и длительность ношения имеет значение, расстояние с собеседником и длительность контакта. Если мы с вами не знаем, в какое место мы войдем, это эпидемический очаг или пока еще нет, но подозревать и предполагать, особенно медицинскому работнику и будущему медицинскому работнику, то есть студенту медицинского вуза, всегда нужно помнить, что ему по жизни придется находиться в эпидемическом очаге в любой момент. Поэтому дистанция, это не меньше метра, и если мы с вами не уверены, что наш собеседник не выделяет вирус, а в этом никто не может быть уверен, то длительность контакта с ним в закрытом помещении все же не должна превышать 15 минут. Это существующие, так сказать, уже изученные особенности, возможности передачи вируса в современных условиях, поэтому давайте не будем пренебрегать этими рекомендациями. Итак, мы с вами заходим в закрытое помещение, в любое. Конечно, должны не войдя в помещение одеть защитную маску, а перед входом в помещение, потому что мы заходим в эпидемически опасную зону, об этом нужно помнить. Мало того, рекомендуем, если вы заходите в учреждение любое, это супермаркет или это организация, которую вам необходимо посетить, старайтесь все свои дела как можно быстрее решить, учитывая безопасность дистанции и, вы помните, принципы защиты, время, расстояние, дистанции и так далее. Мы с вами экранирование, мы, в принципе, все эти меры защиты используем, но нужно об этом просто всегда помнить. Итак, если мы с вами заходим в общежитие, казалось бы, родной дом, мы говорим о студентах, которые живут в общежитии. Тем не менее, пока что это не родной дом, потому что это общего плана, общего пользования помещения, то есть маску мы держим, пока не заходим в свою собственную комнату и то, если там никого нет. Ну, на самом деле, конечно, понятно, что мы с вами не можем, находясь, проживая с несколькими, с двумя, тремя, ну, сейчас есть еще там, где живут по четыре человека в комнатах в общежитии, но тем не менее, мы все равно будем с ними, так сказать, если они здоровы, контактировать без защитных средств, поэтому риск в любом случае человеку, который проживает в общежитии, всегда для него присутствует. Ну, тем не менее, до захода в свою комнату не стоит снимать маску. И когда вы выходите на кухню, если вы готовите еду в общем помещении, тоже следует выходить в маске, потому что это закрытое помещение, и свою комнату проветривать как можно чаще, и проводить каждый день дезинфекцию, то есть протирать поверхности с хлоросодержащими дезинфицирующими средствами, и мыть пол, протирать подоконники, потому что это пыль, которая тоже при движении воздуха может подниматься и садиться на дыхательные пути. Таким образом, мы с вами, заходя в общежитие, защищаемся, и опять же, у нас при входе в общежитие есть емкость с антисептиком, и мы обрабатываем руки, пока не дойдем до своей комнаты. У нас руки покрыты слоем антисептика, и, конечно же, по дороге мы ничего не кушаем, мы заходим с той грязной поверхностью рук в наше общежитие, обрабатываем их для того, чтобы на своей поверхности, на поверхности своей кожи, не занести к своим дверным ручкам своей комнаты новую инфекцию. То есть мы защищаем свою поверхность дезинфектантом, но это не значит, что он будет защищать нас до конца дня, тем более если мы хотим покушать. То есть, безусловно, дойдя до своей комнаты и, в общем-то, сняв верхнюю одежду, нам нужно помыть руки с мылом, оставить вещи, и, в общем-то, опять же, самым надежным все-таки способом является мытье рук, не просто антисептик-обработка, а мытье рук с мылом. Дальше. Если мы с вами почувствовали себя нехорошо, то есть любой человек может в любой момент, так сказать, почувствовать симптомы заболевания, об этом нужно немедленно сообщить дежурному по общежитию, это доверенное лицо. В каждом общежитии есть дежурный, который принимает вот такие сообщения, и нужно сообщить по телефонной связи. Телефоны все вывешены в каждом общежитии при входе на стендах дежурного и воспитателя общежития. Об этом нужно сообщить. Дальше. В сопровождении дежурного человек заболевший будет переведен в изолятор и будет находиться там до прихода медицинского работника, до определения степени тяжести, то есть какое-то время, либо он останется в изоляторе, если, допустим, это иностранный студент, которому, в общем-то, который имеет не тяжелую степень заболевания, легкую степень, его просто нужно изолировать до, в общем-то, выздоровления. Он будет обеспечен питанием, пищу, значит, тоже дежурные будут ему приносить, и с соблюдением всех правил предосторожности будет оставлять еду и так далее. То есть мы предусмотрели в каждом общежитии наличие изоляторов, где студенты смогут находиться до выздоровления, либо до госпитализации, если будет необходимо, и если будет степень тяжести усугубляться. Таким образом, у нас работает в университете противопедемический штаб еще с начала объявления карантина, это с 11 марта 2020 года, и для всех этих событий разработаны алгоритмы последовательных действий в случае возникновения заболевания студента, который проживает в общежитии, который проживает дома, как нужно себя вести, как нужно себя защитить и предотвратить вспышку заболевания в общежитии. И мы с вами начали учебный год частично дистанционно, частично очно. Какое-то время мы все-таки будем обучаться продолжать дистанционно, потому что это небезопасно. Но в любом случае мы с вами должны помнить о том, что находясь на дистанционной форме обучения, не нужно собираться у главного корпуса и общаться. То есть на улице можно собраться, поговорить, но это должна быть дистанция и должны быть все в защитных средствах, даже на улице. Почему? Потому что студенты близко друг к другу находятся. Вот я не раз видела такую картину, когда у входа в главный корпус сидят ребята, общаются и, допустим, это уже после проведения занятий. Ну, студенты иностранцы у нас, иностранные студенты учатся во вторую смену, поэтому с утра они собираются и проводят свое время. У входа, понятно, скучают, это все человек, существо социальное, ему нужно общаться. Но опять же, это должно быть очень, ну, с безопасным расстоянием. То есть мы с вами вроде как дистанционно учимся, а ребята все собираются и общаются, и могут передавать вот таким образом друг другу инфекцию. У нас была вспышка в общежитии 1.1. Среди студентов, иностранцев, индусов, целая группа студентов заболела. Друг дружке передали возбудителя. Часть из них проживает на съемных квартирах, часть из них проживает в общежитии 1.1, 1.2. И вот у нас сейчас мы заканчиваем работу над, так сказать, лечением, скажем, амбулаторным лечением нескольких шести студентов, которые находятся в изоляторах. У них не тяжелая степень заболевания, но тем не менее вот этот контакт между ребятами привел к тому, что у нас расширился круг контактных лиц, большое количество заболевших, чего нельзя было допустить. То есть как можно меньше контактировать. То есть старайтесь все-таки изолированно себя вести, общайтесь при помощи, так, видеосвязи в Вайбере, в Скайпе, но старайтесь меньше контактировать, особенно в закрытых помещениях.